Здарова бандиты, с вами снова Никита Блод и очередная карта PGS GO. Сегодня у нас карта под названием Jungle Parkour. Приятного просмотра. Так, вначале на карте у нас тут спавнятся боты, я не знаю зачем, но я убил их. Прописал MP Round Time 60, у вас плашечка внизу появляется. И рестарт карты, MP Restart Game 1. И вот мы получаем карту, прекраснейшую карту без ботов и с часовым временем. Скорее всего карта багована временем, карта уже 4 года и скорее всего она просто сломана обновлениями. Поэтому здесь спавнились боты, либо разраб разумист, не знаю. В общем, выглядит она красиво. Вроде бы тут пока ничего такого сложного нет. Пока ничего разумного. Но тут есть, он говорил, типа 3 секрета на карте. Что за секреты-то? Харни, это карта. Возможно, можно что-то здесь... Что-то здесь можно, короче. В общем, хз. Какие тут секреты, ребята? Возможно, здесь какие-то секретные места. Возможно, это секретные места. Скорее всего, да. Это вот первое секретное место. Я в этом почти уверен. Вот, значит, тут есть 3 секретных места. Первое у вас примерно сейчас было на экране. Ага, сюда забраться нельзя. Хорошо, значит, мы с вами возвращаемся обратно. Вот мы снова здесь. Так, я думаю, нам нужно туда. Это, в принципе, и логично. Я люблю паркур адекватный. То есть, не сложный. Не через прыжки с контрола. А обычный паркур. Такой вот, лоховской, знаете. Потому что я паркура не любитель. Как вы могли уже заметить. Немного я разбился, я вернулся обратно. Я паркура особо не любитель. Так что будем аккуратничать. Аккуратничать. И играть. Отличненько. Оп. Ля тут. А почему они наверху там, интересно? В этой штуке можно заползти как-то? Интересно. Возможно, тут есть какая-то... Незабываем мы, ребята, контролировать здесь. Возможно, здесь какая-то секретная хрень, чтобы залезть наверх. Но сомневаюсь, я, конечно. Возможно, крутится просто так, либо оно понадобится нам попозже. Так. Хорошо. Возможно, внизу у нас будет секретное место какое-то. Надо не забывать проверять все местечки. На всякие секретности. Так, ну пока же здесь ничего сложного. Все в пределах разумного, без мазохизма. И это мне нравится. Тут ничего, тут ничего нет. О, тут прям целый квест какой-то. Что тут вообще происходит? Что это за кубик? Что с ним надо сделать? Как бы очевидно, что нам нужно в левую часть. Но что с этим кубом делать? Я хочу с ним что-нибудь сделать. А, ничего, он просто как текстурка? Типа. Видимо, да. Это просто как текстурка, типа строительство дома какое-то. Так. Я уже тут разбился один раз. Поэтому нам нужно обходить сюда очень аккуратно. Что мы имеем тут? Внизу что-то есть. Так, я вам сейчас показываю вторую секреточку. Странно, что я не теряю хп при таком падении. Весьма странно. Мы видим вторую секретку. Но как к ней подобраться? Привет, птичка. Так, ребята, я включил себе год, чтобы не разбиваться и по тысяче раз не проходить. Потому что я вам показываю в первую очередь видосы, а потом только уже прохожу их для себя. Так, теперь нужно понять, как нам подняться наверх. Как нам подняться наверх теперь. Возможно, тут есть какие-то подсказки нам, если мы забрали эту секреточку. Хм, давайте же подумаем. Я так и не понял, guys. Возможно, кстати, эта платформа нас когда-то подымала наверх. Я почти в этом уверен, что эта платформа когда-то подымала наверх. При открывании, при открытии ачивки. Но, скорее всего, карта действительно сломана. Очень жаль. Но это лишь второй секрет. То есть, если бы мы с вами остались наверху, то мы бы сюда, в принципе, не попали. Поэтому снова наверх и продолжаем. Так, я снова наверху. Снова наверху. Карта, к сожалению, у нас уничтожена временем. Беспощадно, ни за что. Но мы постараемся ее пройти даже с такими проблемами. Ого. Мы постараемся ее пройти с ее проблемами. В принципе, единственная проблема, то что тут MPR on time нужно подписываться на начале игры. Да и все. Ну, не считая ботов в самом начале. Что тут надо делать? А, нихрена себе, я умный. Вот. То есть, варианты искупления грехов данной карты я напишу вам в закрепленном комментарии. Ну, естественно, буду рассказывать по ходу карты. Так, тихо. Опч. Вот такой паркур мне нравится. Он без мазохизма. Он адекватный. Он выглядит неплохо. О, я нашел какое-то место багующее. Так, туда нас не пускает. Хорошо. Может внизу что-то есть. И тут нас не пускает. То есть, только наверх. Это комната мне не нравится. Или нравится? О, господи. Я испугался. Э, и че? О, нас слепортнуло сюда. Все? Это моя грамота прохождения карты? Или что это? Очень непонятно, что это написано. Но, видимо, нужно идти дальше, да? Я понимаю. Я вряд ли пропустил какую-то секретную комнату. Так, мы должны плыть исключительно под водой. Потому что иначе она нас дамажит. То есть, зажали Ctrl. И спокойненько себе плывем дальше. Я включил ГОТ, ребят. Так. И что тут надо сделать? Я побегал. Бегал и понял, что это действительно конец карты. Потому что мы там видим начало ее, собственно. И в случае смерти мы снова тут респавнимся. То есть, да, это конец карты. Но сейчас я побегаю по карте. Поищу вам секрет. И покажу его. И на этом мы с вами закончим. Ну, а у нас самый первый секрет. Точнее, третий. Точнее, первый, но третий для нас. Находится в очень тесном месте. То есть, мы так если прыгаем, прыгаем. Тут мы должны прям на жестких аккуратненьких двигаться. Потому что сюда. Тут можно добраться только по пикселям каким-то. Осталось разобраться, как туда попасть. В общем, как попаду, я вам обязательно отпишу. А, тут записывать не надо. Вы все прекрасно видели. Тут нужно немного пропаркурить. Незаметные, точнее, невидимые штуки. Вот у нас третий секрет. На этом прекрасном месте мы с вами закончим. Спасибо вам огромное за просмотр. Я стараюсь для вас. Пол восьмого утра. Я перелю видосик. Сейчас буду вам монтировать. Поэтому, думаю, заслужил лайк. Вашу прекрасную и вашу подписку. Если вы хотите и нравится вам этот контент. Карты у меня выходят обычно пару раз в месяц. Обычно мы играем в игры, на стримах, на видосах. Каждый день. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки на канал. Подписывайтесь. С вами был я Никита Блут. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok